Приветствую вас на канале вкусный уголок. Сегодня готовлю мясной хлеб. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Я взяла полтора килограмма мяса. У меня здесь 750 грамм филе индейки и 750 грамм свинины. Если вы берете филе индейки либо курицы, тогда свинину нужно взять пожирнее. Ну а если какую-то другую часть птицы, например мясо с бедер, тогда свинину нужно брать более постную. И теперь вот это мясо я пропущу через мясорубку с мелкой решеткой. У меня уже готово. И заметьте, что мясо я перемолола в разные емкости. И теперь свинину пока оставляем в сторонку. Берем ледяную воду из расчета 150 миллилитров на 1 килограмм мяса. У меня полтора килограмма, значит я беру 225 миллилитров. И теперь выливаем ее вот сюда в индюшатину. Затем берем погружной блендер. Также можно использовать комбайн, либо измельчитель с ножами. И теперь это все нужно перебить до такого однородного, пастообразного состояния. Вот посмотрите, вот такая масса у меня получилась. И теперь я перекладываю ее в емкость большего размера. Добавляю сюда перемолотую свинину. Добавляю сюда крахмал из расчета 1 столовая ложка с маленькой горкой на 1 килограмм. У меня полтора килограмма мяса, я добавляю полторы столовые ложки. Соль также из расчета 1 чайная ложка вот с такой вот хорошей горкой на 1 килограмм мяса. Я добавляю полторы. Ну а все остальные специи вы можете добавлять по вкусу, либо по желанию. Я добавляю 1 чайную ложку смесь перцев, 1 чайную ложку куркумы, 1 треть чайной ложки мускатного ореха и 1 чайная ложка сухого тимьяна. И теперь все это нужно очень хорошо перемешать рукой. В конце мяса нужно обязательно хорошо отбить. Прямо вот так вот берите частями и бросайте в миску. Далее беру форму. У меня вот такая стеклянная размером 11 на 25. Смазывать я ее не буду, но на дно я постелю вот такой кусочек пергаментной бумагой. Ну в принципе можно смазать немножко растительным маслом. И теперь выкладываю сюда всю массу. Старайтесь выкладывать вот так вот немножко утрамбовывая, чтобы у вас там в середине не образовывались пустоты. Теперь нужно формой немножко постучать, для того, чтобы фарш немножко уплотнился. И верх выровнять ложкой. Все, ставим в заранее разогретую духовку до 130 градусов на 2,5 часа. Мое мясо готово. И теперь я оставлю его остыть в этой форме, а затем спрячу в холодильник еще на 4-5 часов. Это мой мастер-хлеб уже после холодильника. Сейчас я его разрежу и покажу вам, какой же он получился. Вот посмотрите, видите, какой он в середине? Его можно очень тоненько порезать, как вам нужно. Вот, видите, он не разваливается, ничего. Такое мясо можно подать к любому праздничному столу с мясной нарезкой, либо же просто к завтраку на бутерброд. Это очень вкусно и по-домашнему. Так что, если вам понравился рецепт, обязательно готовьте, ставьте лайки, комментируйте и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.